Я не понимаю, Вадик, а вот хоть режете меня на куски? Да ради бога, если от этого станет лучше как-то вообще. Я серьезно. Ну как можно нашу Галю променять на эту Ирину? Я так говорю не потому, что она моя сестра. Нет. Ну просто она интереснее во всех отношениях. Разве не так? Я первый раз не знаю, что делать. Но Галочку надо спасать как-то. Главное не дать ей уехать. Да. Как? Да вы что? Что, на цепь ее посадить? Надо ее отпустить. Пусть летит и убедится. Убедится, убедится, что мать права. Да какие добренькие-то, а? Пусть летит. А не получится так, что в один конец у вас-то не болит. Мам, мы что, монстры какие-то или что? Давайте все спокойно обсудим. Ну как вам не надоест, а? Обсуждаете, обсуждаете. Как в Госдуме. Принять в первом чтении, во втором. Сказано же. Я решила, решение своего не переменю. Ладно, вот сейчас возьму бутерброд и пойду, ладно? Обсуждайте потом меня, сколько хотите, сколько вам влезет. А ножки резко вверх. Да, вот так. Да таких у нас историй очень много. Зато и машины, шеф. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить. Не с тем, другим, не с той, другом. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность. Чужая ревность, как беда. Я, 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 я. Пусть наши две судьбы, Лишь корабли в открытом небе, Дверь любви, Живут, а значит есть на свете. Я и ты. И я, и ты Ну, я вообще не понимаю, ну, как это может быть? Муж в Москве, жена в какой-то Новой Зеландии Ну, во-первых, Вадик мне почти уже не муж А во-вторых, он будет в Египте Где у него Ирина, которая, между прочим, от него ждёт ребёнка Да мало ли кто ждёт от него ребёнка Да видите, слушай, что такое есть такое? Вот то, что она именно от Вадика ждёт, это ещё доказать надо Знаешь, эти все женские штучки А то, что ты от Вадика ждёшь ребёнка, это сто процентов Да что вы к Гаре пристали, в конце концов Пусть она сама решит, она умная девочка Сама знает, что делать Ну, очень умная девочка Мы же не созла, мы же добра ей хотим Аня А, да я зла жила Вообще, не знала, не ожидала Единственная, любимая дочка на материной свадьбе не будет Но заслужила, значит, спасибо, девочка Да, Галь, ты вообще слышишь? Всенародные праздники без тебя, это нормально Ну, ладно, Дим Мы вообще хотели скромно, по-семейному посидеть Да, наши годы-то, господи, чё там Ой, ладно, какие ваши годы? Если старички, зачем женитесь? Нет-нет-нет-нет, погуляем на всю Ивановскую И никого спрашивать не будем даже О, ребята, спасибо большое Ну, сыны как-то хотели скромно Ну, без размаха, да, правильно Боже, кто это говорит? Тамара Тамара, это ты, я тебя не узнаю Мам, нет, нет, а почему без размаха? Почему без размаха? Первую свадьбу, значит, отмечают широко А последую, которую на всю жизнь мы должны там, чем-то себя ограничивать Нет, нормально, погуляем Да, пьёмся, классно всё Танечка, я был в очень многих ресторанах Нет, я не хвастаюсь Только жизнь такая Ну, работаем до седьмого квота Заканчиваем заполнышек Так вот приходится тащиться в кабак Ну, понятно В общем, не жизнь, а каторга Вот, ну, сейчас как-то мне хорошо подделить Мол, начал о чем угодно А всё равно скатился к себе любимому, да? Ладно Ну, так вот Был я во многих ресторанах Но такой кухни, как здесь, я не встречал А персонал вообще Дрессура, где выдаёшься? А, сейчас Вот, видите, бремя славы Назвался публичным человеком, полезай в ящик Вот так вот и стал приманкой для посетителей Ну, вы что-нибудь выбрали? Вот, давайте, давайте Так Мы сейчас закажем Что-нибудь самое вкусное И побольше Хорошо? Так Какое вино будет моя королева? Я, наверное, выпью что-нибудь покрепче А что случилось? Мне сегодня звонили с угрозами Вот, смотрю на вас и удивляюсь Как это вы держитесь? Ой, перестань Если на каждый комаринный укус Серьёзно реагировать, как на удар ножа То где же нервы-то набрать? Вообще, знаешь Мне нравится, что Разбежкина оказалась такой занозой Какое-никакое, а приключение То последнее время у нас что-то слишком просто всё получается Так можно и квалификацию потерять А Кое-кто говорил мне, что всё будет тип-топ Я правильно понял этого? Кое-кого Не волнуйтесь, босс Ремешков всё дело сделает по уму Но на всякий случай Надо позвонить и простимулировать Подожди, подожди Успеешь ещё позвонить Говорят, что В коньяке, даже самом Дорогом Много дубильных веществ И вот когда мы его пьём Тоже дубеем Да Надо кончать эту пагубную привычку И переходить на сухое вино Нет Давай, давай Всё-таки выпьём В последний раз Ну, почти в последний Немножко Задубеем В общем, они сказали, что следят за каждым моим шагом И что охрана им не помеха Значит, у них слабоваты калинки Не уверены в себе Вы знаете, Танечка У меня такое впечатление, что всё это ерунда Чепуха Всё это несерьёзно Если бы они хотели вас напугать Они бы сделали всё по-другому Вы думаете? Уверен Представляете, вы им объявили, что Не будете ждать, пока Вы меня разденьте до нитки Вот они и стали показывать зубы Да ещё вот ваш коварный поступок Что вы хотите собрать пресс-конференцию Да нет, Танечка, это ерунда Ой, а сколько меня опугали За время моей работы А чего такого у нас не было на программах Вот, кстати, интересный случай был Подрались там муж и любовник Одной нашей героини Какой ужас Не то слово Но все думали, что победит молодой любовник, да? Спасибо А победил пожилой муж Потому что он был боксёр И работает с двух рук Ну и повредил фейс Любовнику вот здесь, здесь и вот здесь Только на себе не показывайте, ну Хорошо Мало ли О, простите Да? Деньги перечислены, как и обещано Теперь дело за тобой Георгий Победоносец Спасибо Хорошо, всё будет сделано Как договорились О, отлично Танечка Ну что, давайте выпьем За успех нашего безнадёжного мероприятия Георгий Я Я изначально вас хотела Кое о чём попросить Да, я что-то Да, Миш, ты где? Неважно, но у меня такое ощущение, что на Северном полюсе. Счастливый, белую мешку увидишь. Главное не белую горячку. Ладно, чего звонишь? На телефон, есть чего ж не позвонить. Ну ладно, серьезно, звонила твоя любимая жена и ищет тебя. Запоминай легенду. Я прикинулся умирающим лебедем, страшно простудился, а ты, как настоящий гуманист, пошел за лекарствами. А поскольку время ночное, лекарство нужно редкое, то я боюсь, тебе придется обойти не одну дежурную аптеку. Ты запомнил? Ну, счастливо погулять. Да, ничего себе, прогулочка. До костей промерз. Да ничего страшного. У меня, по нашей легенде, температура сильно повышена. У тебя реально понижена, а в среднем нормальная. А кроме того, ведь настоящая любовь не только окрыляет, но и согревает. Вот у тебя и будет возможность проверить это. В общем, привет, Таня Разбежкина. Ладно. Пока. Проверим. Здравствуйте. Вас ждут? Добрый день. Так что за просьба? Обещайте сначала, что выполните. Любая просьба такой красивой, очаровательной женщины выполняется. И не только выполняется, а считается праздником. Но только моя испорченная журналистская натура чувствует какой-то подвох. Ну ладно, обещаю. Георгий, я очень не хочу, чтобы вы рисковали и вели двойную игру. Если не дай бог они узнают, что вы, что вы мне помогаете, в общем, я не хочу подвырвать вас в опасности. Говорят, средневековые рыцари готовы были на все ради своих прекрасных дам. Удивительно. Неужели это было так, да? Но еще более удивительнее, что эти страшные времена еще не закончились. Потому что я тоже готов на все ради своей прекрасной дамы. А дама, кажется, не подозревает, что она сделала своим верным рыцарем. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Очень приятно. Я работаю в этом заведении массовиком-затейником. Сережа. Да, я вас слушаю. В какую игру вы хотите поиграть? Есть одна замечательная, очень интересная игра. Она называется «Третий лишний». Ну, правила, я надеюсь, вам известны. А? Ну что, Сергей не объявился? Да нет, пока. Твой старший брат видит себя, как маленький. Говорит, со мной не желает, трубку не берет. Да, ну и бог с ним. А тебе, судя по всему, гораздо лучше. В смысле? А, да нет. Что ты, с чего ты взялась? Нет. Ого. Миш, ведь это не шутки. Хочешь, я пришлю тебе хорошего врача прямо сейчас? Только позвоню, и через полчаса он у тебя. Нет, Таня, большое спасибо, конечно, но я предпочитаю умереть естественным путем. Да и Серега уже обещал подъехать с лекарствами. У него, конечно, нет совести, но не настолько же. Ой, ну как хочешь, передай, пожалуйста, что я его жду, малыш капризничает. Никак не можем его уложить, только бы не заболел. Ой, Таня, не придумывай, все с малышом будет нормально. Ладно, когда Серега придет, я ему все передам. Не волнуйся. Не волнуйся. К сожалению, это проще сказать, чем сделать. Ну, пока. Ну, что ж, первый раунд игры, можно считать, закончен. К сожалению, не в вашу пользу. Вы должны удалиться. Сереж, может быть, мы не будем обижать Георгия? А, Георгия обижают? Кто обижает Георгия? Давайте тогда все на защиту Георгия. Давайте надо учредить орден за защиту Георгия. А? И все с песней просто на защиту. Шутник. Танюш, мне просто кажется, что этот юноша не совсем тот, за кого он себе выдает. Просто он хочет на твоем несчастье прославиться еще больше. Ну, куда тебе еще больше прославиться-то, а? Ну, что ж, Танечка. Спасибо за судный вечер. Да, где бы я еще встретил такого защитника, униженных и оскорбленных. Только можно уточняющий вопрос? Я так понимаю, что вы тот самый Сережа, да? Послушай, ты, Супермен, а где ты был, когда рейдеры наехали на Танечку? Что ты смотришь? Под каблуком у своей богатой женушки. Вариновой, да? Ну и как она? Сереж, ты что делаешь? Не слабо. А слабо назваться? Чтоб я знал, кому послать секундантов. Сергей Никифоров. Запомнил? Запомнил. Ну, смотри. Ты первый нанес удар. Но выбор оружия для дуэли остается за мной. Господа, спокойно. Сереж, уйди отсюда, немедленно. Галочка, слушай, а как ты думаешь, а вот Надя с Женей, они хорошо живут? Какие Надя с Женей? Ну, как, какие? Ну, и здорово, не из судьбы. Ну, вот пойдем смотреть продолжение. А вдруг они разошлись? Ну, не знаю, такая любовь была. Ну, такая у вас с Вадиком тоже любовь. Какая была? Мама Ипполит был хороший человек. И он не виноват, что у нее с другим все получилось. И вообще будет продолжение про детей. Ну, да, дети, дети, да. Галь, поговори со мной. Галя, я места себе не нахожу. Это очень серьезно. Это серьезный разговор, Галь. Других разговоров у нас теперь не бывает, мам. Мам, ну, я правда знаю, что ты мне скажешь. Да, я ничего нового и не скажу. Галь, я не знаю, что придумать. Ну, вот будут свои дети, ты тогда поймешь меня. Как это? Родная дочь ждет ребенка от человека, которого любила всю жизнь и мечтала об этом. А уезжает к какому-то без, это, чемодана. И не знает его. И, значит, у малыша будет сразу отчим. Неизвестно какой. И мне до маленького не дотянуться. Будет рукой не достать. Мне хотелось сказку прочитать. погладить, поцеловать. Галь, прости ты его ради бога. Но надо уметь прощать. В жизни бывает всякое. Мам. Мам, ну, что мне делать? Я вот ты с Василием Ивановичем, он у тебя надежный человек, а я с Вадиком после того, что случилось, я верить ему не могу. Я простила его, мам. я его простила, но но боль не проходит и не пройдет никогда. Галя! Проходите. Проходите, пожалуйста, садитесь. Проходите. Нина, Надюшка спит уже? Да, с Надей-то все в порядке. А что случилось? Да ничего. Да вот говорят, не верьте в свою веру. Гюри я и не верил. Я ему сколько раз говорила, рассказывай, кого убьют, на тебя не показывай. А он показывал, от чего и пострадал. А давайте я помогу. Не надо, не надо. У меня опыт большой. Я сама разберусь. Не надо. Борь, на статью ты ведь это не тянет, правильно? Тебе же не интересно? Это лицо я уже где-то видел. Ага. На стенде их разыскивает милиция, только как не может найти. Тихо, тихо, тихо. Ребят, спасибо большое, что подежурили. Спасибо. Мы пойдем. Пока. До свидания. Да. Танечка, вашего дружка засадить проще простого, да. Надо же, как он мне испортил основное средство производства, осторожненько. Я же этим лицом работаю. Нет, но если подсчитать, как говорят юристы, упущенную выгоду, то он должен будет остаток жизни меня содержать, да. А еще, кстати, если добавить, то есть возмещение морального ущерба... Вы можете не дергаться, ладно? Я вижу, он вам очень дорог. Хорошо, я не буду его сажать. Я сделаю передачу внеплановую о мужчинах, которые пострадали от женщин или за женщин. короче, чтобы было лицо. Так что вы, Танечка, особенно-то не старайтесь, а то быстро заживет. Как я потом объясню зрителям, что это программа личная, так сказать, выстраданная? серёж, ну что ты, всё будет хорошо. ты откуда знаешь? Ну, просто на самом деле, я думаю, что Миша не так уж и серьёзно болен, потому что я предлагала ему прислать врача, но он отказался. прости, что? А, да, да, это право. Серёжа, нам Таня про мишу рассказала, мы завтра утром перед больницей заедем к нему и посмотрим, как он там. То есть ему что-нибудь вкусненькое приготовит. Да, да, что-нибудь такое лёгонькое, то это наверняка у него аппетита нет. Спасибо большое, но это абсолютно необязательно. Ну, как это необязательно, что ж он голодный будет лежать? Я завтра с утра сам к нему заеду и всё завезу. А, ну, ладно, барышня, дайте нам с мужем поговорить, нам нужно обсудить кое-что. Посмотри. Что это? Это новогодние туры для новобрачных. Я отметила там кое-что, то, что мне понравилось, но если ты захочешь выбрать что-нибудь другое, я не против, раз Бога. Как насчёт того, чтобы махнуть на Мальдивы? Вставай! Лежа бока! Вставай! Лично? Угу. Сейчас всё брошу, иди сюда. какая здоровская эта штука в бане, я прям как новенький. А я тебе уже всё приготовила, чтобы не голодал в дороге курицу, яйца, пирожки. Ну? Угу. Как я? С удовольствием всё это съем. нет, я тебя никуда не поеду. Нет, я тебя никуда не поеду. Да я не хочу тебя отпускать. Ну что, мне, если надо, ты ищи, ты ищи, ищи побыстрее, и приезжи поскорее. Ну что, барин, извините откушать? Проходите, ребят, садитесь, я уже всё приготовила. Как раненый? Раненый, выжил и уполз. А чего ж тогда такая грустная? Грустная? Спасибо. Грустная, нет, потому что мне моя глупость слишком дорого обходится. Так, а вот с этого момента поподробнее. По-моему, я этого Мешкова слишком близко подпустила. Танька, шутишь? Да я не в этом смысле. Просто я с ним раздковельничалась. Но с другой стороны, что мне было делать? Меня Сергей просто в тупик загнал. Если бы этот Трьмешков захотел, он бы его посадил за нанесение телесных повреждений. А я Серёжку понимаю. Интересно, это что, международный день мужской солидарности? Угу. И что нам теперь делать? лицо сажей вымазать и дома сидеть безвылазно? Ну, вот этого я не знаю. А я его понимаю и поддерживаю. Так, морс взяла, котлетки взяла, пирожки взяла. Ой, Тусенька, если бы я так могла печь пирожки, как ты, а если бы я так готовила, как ты, да никогда не доверила бы это в чужие руки. Отвезла бы всю Олегу, чтоб выслушать его в восторге лично. Ну, поехали, поехали, сын. Ой, Яна, ты знаешь, как бы я с удовольствием поехала. Нет. Останусь с остатками, помогу я с малышом. Да Сергей здесь поможет, если что. Так он же собрался к Мише ехать. что мне надо с малышом на всякой пожарной. Знаешь ли, мало ли. Права. Права, поеду одна. Не, ну в самом деле, а что если кто-нибудь заболеет? Ну что, Галка бросит просто так вот любимого старшего брата? Или младшего брата? Любимого. Любимого? А то у тебя совсем разжижение мозга. А, слушайте, еще можно по-другому. Смотрите, мы Витьку куда-нибудь на недельку отправляем, куда-нибудь в пансионат под Москвой. Матери приносит записку. Значит, ваш старший сын у нас. Если вам дорога его жизнь, то отстегните нам... Отстегните нам младшего. Ну, все, закончили? Ну, вообще так, давай быстрее доедай и в кафе. А то женщины работают, а вы только гораздо языками трепать. Мам, Аня уже с утра с самого поехала туда. Маша, как устроилась на телевидении, так ее вообще не видно. То съемки, то командировка. Не уходи, пожалуйста, от разговора, мам. Мы немножко о другом говорили. О том самом, я вам сказала, замолчали. Галя пусть решает сама и делает так, как она хочет. Понятно? Она тебе нарешает. Уедет и с концами. Угу. Глупости, никуда она не уедет. Тем более с концами. Она тебе расписку дала, что ли? Да почему тут расписка сердце материнское чувствует? Чувствует. В общем, так, все. Больше, чтобы ни я, ни Галя об этом не слышали. Понятно? Чтобы как воды в рот набрали. А? Ты знаешь что? Ты вообще к Новому году возвращайся. Ну, как-то вместе и встречать радостней. Да, кстати, примета очень хорошая. А я обязательно вернусь. Вот. Тем более, что я никуда не еду. Вы знаете, вот почему-то у нас у людей вот как-то вот так странно получается. Мы новую жизнь хотим всегда с Нового года начать, да? Вот с Нового года новая жизнь. А зачем? Вот я новую жизнь начну прям сейчас. С Дашей. Я хочу вам кое-что сказать. Галочка. Мам, в общем, если вам кажется, что если я что-то не так делаю, если неправильно или может быть позорю вас. Ой, Галя, я тебя моляю, на нас опозоришь. Посмотри на нас с Витей. Куда уж. Нет, подожди, Дим. Я правда долго думала. В общем, я скажу. Если мы не можем понять друг друга, то я просто готова освободить вас от своего присутствия. если надо даже навсегда. Оно и видно. Долго думала. Видишь, что придумала, мам? Галя, я тебя умоляю, не сходи с ума, пожалуйста, хотя бы ради меня. Галя, не нравится тебе Вадик? Не живи с ним. Нравится тебе доктор Люси? Попробуй. Ну, а кто знает, а вдруг это твое счастье. Вот делай так, как ты хочешь. Мы тебя поддержим в любом случае. Но постараемся. Мы же не чужие. Сереж, завтра готов. Открой. Спасибо, я не голоден. Как это не голоден? Ты же вчера толком не ужинал. Сереж, ну, неудобно. Туся так старалась, готовила твое любимое. Извини за меня, скажи, что нет аппетита. Ты просто скотина неблагодарная. если это мой брат, готов услышать очередные глупости. Привет, Мишка, выручи меня еще раз. Слушай, какое оригинальное начало. Никогда еще такого не было. Во всяком случае, сегодня. Ну, не ворчи. Мне нужно, чтобы ты придумал еще какую-то легенду. Мне очень нужно отсюда вырваться. Тебе что, вчера не хватило? Ну, это не то, что ты думаешь, Мишка. Слушай, ты хоть когда-нибудь повзрослеешь, прежде чем я состарюсь? Ты же не мальчик, тебе не 15 лет. Мишка, потом, потом, я обязательно выслушаю все, что у тебя накипело на душе. Хорошо? А сейчас, пожалуйста, помоги. Ну, ладно. Жди, как только что-нибудь придумай, я позвоню. Спасибо, ты настоящий брат. Ой, не надо соболезнований. Слушай, какие у нас замечательные соседи. Ты знаешь, я никогда не был романтиком. Ну, эти все поездки за туманом, песни у костров, все это у меня как-то смешно всегда было. Все время твердно стоял на земле. А вот теперь, я хочу здесь поставить дом. Дом? Ну, чтобы и детям, и внукам, знаешь, я уже все прикинул. Говоришь, всегда твердо стоял на земле, а теперь витаешь в облаках. Все же надо бы съездить в Москву, ты же сам говорила. Да я съезжу, съезжу. Ты не представляешь, какой это будет дом. Это будет настоящее произведение искусства. Ты знаешь, это будет настоящий дом. Там будет тепло, уютно. Там я в него вложу все, что умею. А ты знаешь, что я умею? Дарь, ты не веришь? Не знаю. Только не будет ничего этого. почему не будет. Мне так кажется. Я чувствую. Добрый день. Здорово. Ну, как наши дела? А вы почему не об этом спрашиваете? Ваши дела вы и разгребаете. Испугались? Не успел. А ты что такой веселый? А почему бы и нет? Дела идут, все под контролем. Разбежкина от страха скоро начнет заикаться. Ей кто-то постоянно звонит и угрожает. Кто бы это мог быть? А я-то почем знаю. Наверное, говорят, что хотят похитить ребенка. Вот мерзавцы. Смотрите, как бы не перегнуть палку. В отчаянии человек черт знает на что способен. Как бы вам не аукнулось, я бы вам не советовал усиливать нажим. А тебя никто не просил давать советы. Ты отработай то, за что заплачено. А вы ничего не путаете. Я к вам не набивался. Сами попросили помочь. А деньги ваши на месте. Могу вернуть в любую минуту. Георгий, да ты чего? Ты же понимаешь, мы тут волнуемся. Потом мы на тебя полностью полагаемся. Делай, как считаешь, нужным. Просто расскажи, коротенька, как там у тебя дела. Ну, ты поймись, меня тоже спрашивают. И чувство юмора у него замечательное. Вообще, очень веселый. Человек, мне с ним легко. Ну, правда. Вот, например, у меня настроение плохое, я с ним пообщаюсь пять минут и... Хохочу. Слава Богу. Что? А вдруг, действительно, не человек, а золото? Да какое золото? Золото, я вас умоляю, пробу нигде ставить. Брачный аферист, помяните мое слово. Будешь выступать, я тебя помяну. Галя, слушай, а вот насколько было бы лучше, ребятки, если бы не девочка туда бы, а он бы к нам приехал? Здрасте. так... Точно. Ребята, мать, ты гений. Правильно, Галка, тащи его сюда, мы его тут на винтике разберем, в баньку сводим, водочкой зальем, он нам все расскажет. Раскроется, как цветок под солнцем. А что? Хлеб да соль. Если это пароль, тогда отзыв чай да сахар. Тебе подседу? Да, Галя, ты позвони ему, пригласи его, да? Ну, пускай он приедет, мы приспорим, а если ничего, мужик так, мы поборемся за него. Конечно. Что здесь вы поборетесь? Как, милый мой, это что, шутка ли? Что русскому по-за границам шастать? Может, подумаешь, что здесь делать нечего, да? Это же сравнил тоже, Новая Зеландия. Старая, старая Россия. Рил, молчишь, ты ничего не понимаешь. А если твой доктор нам понравится, мы его от Дори-то быстро вылечим. Ой, мам, ну от Дори Рыбкиной знаешь, как вылечит. Лечить не хуже, болезнь не будет. Не больно будет, зато правильно. И полезно. Аллочка, мама права. Кстати, когда будешь приглашать своего приятеля, не забудь упомянуть, машина с личным водителем ему гарантирована. Нет, не надо, баловать не надо. Пусть пешучком поначалу попой. Я заманиваю. Томочка, заманивай. Василий. Танька, мне чуть плохо не стало. Я как представила, ты с этим Ремешковым. Это моя подруга, нормально? Ну, я тебе уже сто раз говорила, что я не хочу ни с кем быть. И ты прекрасно знаешь, почему. Господи, столько времени прошло, только ищи, как будто это все вчера было. я бы все отдала. Все, чтобы проснуться в один прекрасный момент. А мой сыночек рядышком спит. Танюш, не переживай. Мы работаем. Я знаю, Борь, я знаю. Спасибо. Спасибо. Вот интересно, что наша Туся съела на завтрак, да? Ее и не зовут, она тут как тут. Наша Тусенька стала такой подозрительной. Она даже боится, что мама может причинить грет собственному ребеночку, да? Вот именно боюсь. Да. Тусенька, я так надеялась, что ты являешься плотом здравомыслия в этом доме. Но, по-видимому, я ошибалась. Так что, сдала Надюшку с рук на руки. И наверняка научила охранника жизни. Я правильно понимаю? Ну, гадала? Почти. Ты ждешь кого-нибудь? Нет. Ой, какие, какие красивые, да? Спасибо. Спасибо. Дорогая Таня, я был неправ. Искренне прошу прощения, твой Сергей. Абахнут вкусно, как ты думаешь, это от Сережи? Ну, конечно, от кого же еще? Спасибо. Ой! Принято! Ну, мне пора. Я пошла. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok